3 матч Куба Казахстана и ну что сказать боксеры выступающие в весовых категориях 69, 75, 81 не произвели в первых двух матчах в первых двух своих боях такого очень сильного впечатления в общем как вы считаете, Виктор, есть у казахов шанс сотворить сенсацию если они победят Кубу, это будет сенсация я с самого начала вам говорил что никакой сенсации здесь нет если бы сборная Грузии победила сборную Кубу, то это была бы сенсация а Казахстан, они шагают вровень со всеми это наша советская школа наш крейский коллектив и вот они нисколько не слабее кубинская национальная команда давайте посмотрим я ни в своем случае не хочу принижать сборную Казахстана это великолепная команда великолепная команда о чем тут спорить но я думаю, что абсолютно все сочли бы победу команды Казахстана сенсации по крайней мере, я имею ввиду вот тут, кстати, два леша-руки боксера очень сложно, да, левши против левшей боксировать левши, левша против левшей это не так часто стоят они на тренировке не так часто боксируют вместе и когда выходят в ринг это большие сложности я представлю участников, по-моему, этого не сделали Ирисланде Лара Сантая выступает за команду Кубы и Бахыт Сарсикбаев за сборную Казахстана по свободнее, по расслабленнее и подальше бьет и подальше бьет вот этот далекий удар и здесь, наверное, Казаху надо подходить поближе и поближе, стараться подойти поближе но это очень сложно сделать вот так вот стоит прямо он же не гнет голову прямо стоит и поэтому все вот все летит во встречу попал, да и еще и развивает успех но Кубенец клинчует остановил очень боевитый парень Сарсикбаев как мне кажется вот так попал Кубенец с левой руки ну Сарсикбаев делает все, что может абсолютно я бы даже не сказал, наверное, что бы вы посоветовали вот я думаю об этом, что бы я посоветовал я бы, наверное, все-таки посоветовал вот знаете, когда он начинает издалека, он не попадает но попытаться ближе подойти Александр, да Александр, у него не такие хорошие ноги, чтобы подобраться к Кубенцу ближе возможно, да не таких оттуда но все равно надо, видимо, пытаться потому что на дистанцию он его не переиграет не переиграет однозначно наверное, надо подходить не за счет ног, а за счет движения туловища влево-вправо ну, обрезать углы можно да, влево-вправо подходить и после этого начинать атаку но это не стоит лучше не бросать просто угар издалека потому что будут встречные достаточно жесткие хороший второй раунд хороший второй раунд и, в общем, я еще раз повторю на мой взгляд, очень сильно прибавила кубинская команда за последний год, то есть со времени Афинской Олимпиады второй раунд мне не кажется, честно скажу что у Серсегбаева большие шансы на победу если ударит он явно бьющий парень и вот попадет несколько раз я просто видел реакцию Лара Сантая на его удары вот если попадет несколько раз Бог его знает, как там еще сложится знаете, Александр, мне кажется, у них обоюдные шансы может быть, на первых секундах Сантая больше нанес удара, больше очков а на самом-то деле, он ничем не лучше да, в общем-то, да вот ничем не лучше вот обратите внимание просто тактически вот он немножко, Казах, стоит прямо чуть-чуть движения корпусом и ты будешь подбираться хорошо в сторону ушел да, если ты уходишь в сторону корпусом тебе легче ударить немножко прямолинейен, Казах сейчас, конечно, Серсегбаев на очень большом подъеме эмоциональном это само собой да, такое прямо стоит движение не хватает, корпусом не хватает движения выдержал паузу и хороший удар провел Сарсегбаев и победы в этом бою я не считаю, что из области фантастики нет, 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 но ему, мне кажется, вот если он сумеет несколько раз хорошо попасть так плотно со Сарсегбаев бог его знает, чем там еще закончится вообще какой замечательный матч сегодня, да, Виктор? да, абсолютно, 3-3 еще неизвестно, что пролетает, что наносил просто, просто, великолепный, великолепный матч вот пошел вблизи, вот вблизи опять купление, знаете, после команды стоп, так подлинно снизу дальней рукой от судьи, там, надежно, что не разглядит Сарсегбаев сближается и вот начинается борьба вот ты сближался для чего? для того, чтобы среднюю дистанцию нанести там справа сбоку, слева сбоку какие-то свои любимые приемы я это вижу, любая любимая комбинация а он сближается и начинает бороться вот этого не надо делать, ну ты бей ну ты бей тоже может быть не лишено смысла он очень, он сильный физический парень может просто замотает он должен быть сильный физически в боксе но не в борьбе я согласен, но когда тебя так вот поломают в клинче тоже это не помогает ну, конечно, но ведь ты тоже устаешь в этой борьбе безусловно, безусловно а вот, понимаете, смысл бокса заключается в том ты выбираешь свой тактический рисунок и ты должен его выполнять если ты идешь на соперника, значит ты идешь для чего? для того, чтобы войти при помощи корпуса или ног в ближнюю среднюю дистанцию и наносить свои серийные утары а если ты подходишь вблизи и не наносишь зачем туда идешь вообще? я с вами абсолютно согласен просто...